Всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я основатель дизайн-школы VDI. Если мы еще не знакомы, сегодня я расскажу вам про самоорганизацию. Тема видео основана на ваших запросах, на вашем голосовании ВКонтакте и в Инстаграм-канале VDI. Поговорим о том, как организовать свой собственный график для того, чтобы достигать целей, то есть, чтобы достигать и чтобы достигать их удовольствия. Погнали! О чем сегодня будет речь? Первое – это расписание и его суть. Ну, то есть, зачем вообще это нужно делать? По расписанию поговорим про четыре основных блока. Это утро, приоритеты, рутина и отдых. Далее, про цели и сроки их достижения. И почему это важно. Какой срок здесь может быть максимально эффективен. Планы, важность их и мейлстоуны. И применяя вот эту вот всю историю, вам удастся выстроить ваше рабочее время на весь срок достижения вашей цели таким образом, что вам удастся достичь цели и еще получить удовольствие от процесса. Чтобы разобраться с темой удовольствия от процесса, необходимо понять, что сейчас, в принципе, происходит. Вот, человечество жило-жило. Ну, я не знаю, сколько-то лет до нашей эры, допустим, там 10 тысяч лет. Здесь у нас 2020 год. И вот на этом графике показан уровень хаоса. Пик которого, точнее, это еще не пик, дальше будет еще больше, приходится примерно на недавние лет 100. развитие культуры потребления и развитие технологий, информационных технологий. То есть, здесь, сейчас мы столкнулись с тем, что мы живем в эпохе конкретного такого хаоса. Что за хаос? Хаос информационный, да, в основном. То есть, мобильный телефон, компьютеры, другой уклад жизни. Сколько раз вы поднимаете ваш мобильный телефон, чтобы посмотреть там Инстаграм, посмотреть комментарии ВКонтакте, Фейсбук, ответить на сообщения, Ватсап, Вайбер, СМСки, телефонные звонки. Все это создает прерывание, все это как бы вас отвлекает. Вы сваливаетесь с основного вашего фокуса. Вы тратите энергию каждый раз на каждое прерывание. Сейчас, получается, мы живем в такое время, когда нас, по сути, бомбардируют вот всякими разными событиями, всякими разными отвлечениями. Мы как будто находимся под метеоритным дождем вот таким. Ну или там в сильном-сильном урагане. Еще куча ветра там и так далее. И вот все вот это вот так вот происходит. И мы не можем сфокусироваться на основном, на наших основных целях, потому что нам приходится отвлекаться на вот это. Нам приходится защищаться от всего вот этого, тратить энергию, да. То есть, если, например, вот здесь вот человеку, который жил в деревне, мне приходилось защищаться, не знаю, там, раз в год от пожара, там, два раза в год от наводнений или там неурожая или еще какой-нибудь фигни. Но это было редко. И он, в принципе, был к этому более-менее как-то готов. Я так считаю. Не факт, что так было, конечно. Но согласитесь, что раньше, скорее всего, прерываний было гораздо меньше, чем есть сейчас. Так вот, вот эта вот штука, она создает слишком много вариантов потерять свою энергию. Хаос. Или есть еще такое понятие, называется энтропия. Вот. И это приводит к тому, что у нас в голове, да, возникает тоже хаос. Ну, то есть, прям конкретно мыслей. Мыслей очень много, и они вот так вот блуждают, и они взрывают мозг, голова становится еще больше, еще больше мыслей, и ты не знаешь, что делать, не знаешь, за что хвататься. И в течение дня там планы могут поменяться несколько раз, всякое может произойти. Звонки, там, коллеги приходят, отвлекают, и ты думаешь, ё-моё, чё делать вообще, чё происходит. И ясно, понятно, что здесь ты как бы меньше защищен, меньше безопасности у тебя, больше тревоги, нарастает уровень тревожности. Сейчас для нашего времени очень типичное состояние апатии, которое переходит в депрессии, чаще случаи панических атак и так далее. Это потому, что в сознании прям конкретный хаос преобладает. И мы еще здесь только находимся в процессе адаптации, потому что, ну, сто лет недостаточно человечества для того, чтобы адаптироваться. Вот. Но здесь конкретно мы начали растягивать свои навыки и мозг, и сознание. Короче, поэтому... А, и здесь вот эта вот штука, тревога, она порождает в конечном счете несчастье. Усталость, депрессия. Ну, и в конечном счете вы неудовлетворены, несчастливы, потому что вы не достигаете своих целей так, как хотели бы. О чём мы поговорим? Мы поговорим, как от хаоса от хаоса перейти к порядку. И как раз вот это и будет темой. То есть, по сути, самоорганизация есть инструмент. Ну вот, отлично. Теперь можно рассказывать про всё вот это вот. Первое расписание, как инструмент самоорганизации. Что такое расписание, по сути? Если у вас была вот такая вот история, да, в течение дня, то расписание это способ упорядочить. То есть, сделать ваш день выстроенным по определённому закону. Задачи идут последовательно, есть время для каждой задачи, есть время, чтобы отдохнуть. И вы выполняете приоритет, вы занимаетесь саморазвитием, и при этом время фиксированное. То есть, не нужно планировать каждый раз, что и куда вы поставите. И таким образом не нужно тратить энергию. Расписание упорядочивает сознание. Теперь я расскажу про то, про один из способов составления расписания, который у меня работает и мне помогает. Состоит из четырёх блоков, которые я уже перечислил. Блок один. Сразу буду рассказывать, как это у меня работает. Первый блок это утро. Ну, на самом деле это про саморазвитие. Просто практики по саморазвитию я решил поставить на утро. Мне кажется, это логичнее, потому что меня мало чего отвлекают с утра. Но я решил поставить это на очень раннее утро. Я просыпаюсь в 5.30 утра, и у меня дальше начинается блок, который длится примерно там до 8-8.30. вот, ну, скажем так, 8 часов, потому что 8 часов я уже завтракаю, потом везу сына в садик, у меня блог здесь заканчивается. Что я делаю? Что я делаю? А, во-первых, я, конечно, не думал никогда, что я буду просыпаться в 5.30. вообще я люблю поспать подольше. Ну вот. Но жизнь довела меня. Да. Точнее, я понял, что так дальше не пойдет, у меня не получается достигать целей нормально, так и как я хотел бы, и мне нужно попробовать новые концепции. Вот я взял волю в кулак и начал фигачить. Сейчас уже где-то, не знаю, 50 или около 60 дней я каждый день встаю в 5.30, ни разу не пропустил, чем я, конечно, очень доволен и горд, и готов с вами делиться инсайтами. Как выглядит практика? Первое, я встаю и у меня начинаются гигиенические процедуры, например, зубы почистить, и здесь я пью воду обязательно. Я заморочился, я забочусь о качестве воды, я купил себе вот такую штуку, это генератор водородной воды, позволяет уменьшить укислительно-восстановительный потенциал воды, точнее, увеличить укислительно-восстановительный потенциал воды, и в итоге на усвоение воды тратится меньше энергии, и в итоге у тебя остается больше энергии. Конечно, в рамках одного дня это нифига не заметно, а в рамках месяца это прямо ого-го. То есть, у меня сейчас с этой штукой больше энергии становится каждый месяц, то есть, больше, 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 больше. Дальше, я добавил недавно себе такую штуку, как пробежку. Я никогда не думал, что я буду бегать с утра зимой в 5.55. Я выхожу на пробежку, бегаю немного, да, примерно там от одного до двух километров, потому что нужно сделать в кайф. Ошибка в том, что вы можете сразу зарядить десяточку, а потом ненавидеть бег все оставшееся время. Поэтому, чем меньше, тем лучше, на самом деле. 200 метров никакой погоды не даст, нужно прогреться. То есть, тут ключевая задача прогреться. И вот, когда я прогрелся, я начинаю, я прибегаю домой, я начинаю делать практики. Первая практика это Сурьяна Маскар, и вторая практика это курс Здравотел, ну или систему упражнений Здравотел, автор Дмитрий Лапшинов. Дмитрий Лапшинов. Потом, после вот этой вот физухи, я сажусь медитировать. Медитация это просто, нужно просто следить за дыханием и всё. Тут эта штука длится всего лишь 15 минут, но очень тренирует фокус. Фокус на дыхании вот это ключевая штука. Фокус. Нужно для того, чтобы фокусироваться на целях, чтобы фокус не слетал. Это как бы как тренировка в зале, только другое тренируете. Вот, то есть, не мышца, а умение фокусироваться, навык. Потом, аффирмации. Посмотрите в интернете, если не знаете, что это такое, но я думаю уже большинство знает, визуализации визуализации аффирмации нужны для того, чтобы переделать свои шаблоны мышления на более продуктивные. То есть, у нас реально в голове дофига всяких разных программ, они куда-то ведут, и нужно понять, куда они ведут. Если это не туда, куда вы хотите, тогда нужно перепрограммировать себя. С НЛП, не знаю, не имеет, наверное, не знаю, короче, ничего про НЛП, если вы спросите, потому что не изучал. Может быть, что-то общее имеет, не знаю. После визуализации мое любимое это чтение полезной литературы. Бонус, я занимаюсь практикой магия утра с 8 января этого года, плотно. Я за это время прочитал и прослушал в сумме по-моему 6 книг. Сейчас глянем. В общем, я такого количества за такой короткий срок ни разу еще не осваивал. Я сам от себя просто в шоке. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. И вот читаю шестую. Пять книг. Это просто огонь. Я веду дневник. В дневнике я выписываю свои инсайты, выписываю чему научился. Есть еще тут практика, такая практика благодарности. Благодарность себе, типа, я благодарю себя за то, что я вышел сегодня на пробежку. Благодарность людям, благодарность в целом, я не знаю, жизни, окружению, вселенной. Благодарность чему угодно можно. Можно деньгам писать, можно друзьям. но самое главное написать благодарности себе. Это про любовь к себе. Значит, вот здесь эта вся история заканчивается. Я веду в садик старшего и у меня еще есть одна практика после. Это прогулка. Прогулка мне очень нравится, выделяю много времени на нее, один час. Живу за городом, поэтому такой чистый снежок. Вообще кайфую от этого. Многим нравится больше в городе, точнее, некоторым нравится больше в городе, некоторым нравится за городом, мне вот прям я вообще кайфую за городом. Это блок один. В чем преимущество? В том, что вот эти практики выполняются оптом, тебе не нужно принимать решение, какую практику поставить, потому что время всегда четко фиксированное, примерно понятно, сколько времени ты потратишь, четко понятна последовательность. Если не ставить вот эти все практики в одну группу, тогда приходится, придется принимать решение, когда заняться каждой из этих практик в течение дня и на каждое принятое решение тратится много энергии, потому что человек в принципе много энергии тратит на принятие решений. Дальше, блок номер два. Это приоритет. Приоритеты. А если правильнее, тогда приоритет. Значит, здесь делается одна приоритетная задача по цели и плюс две менее приоритетных, но достаточно важных. Здесь же обед. Обед это запланированное время на еду и ничего не делания. блок три. Рутина сразу по времени. Это где-то с десяти до четырнадцати. Это где-то с четырнадцати до восемнадцати. То есть получается блоки по четыре часа. Блоки по четыре часа. значит вот этот блок первый целиком с прогулкой. Ну по сути это с шести до десяти где-то время. Шесть десять десять четырнадцать четырнадцать восемнадцать. И получается блок четыре это отдых и семья. Значит здесь приоритетная задача обязательно поставлена в первую половину дня. Потому что энергии еще больше. Еще много. Здесь энергию уже меньше. Мозг не так хорошо соображает. Поэтому здесь что-нибудь помельче. Три пять мелких задач из длинного списка. Длинный список. Что это такое? Особо интересная штука. Есть такая практика. Называется выгрузка мозгов. А если быть точно выгрузка мыслей из мозга. я выгружаю все задачи которые у меня в мыслях на бумагу. У меня вот эти бумажки их сейчас четыре. Может скоро еще одну заведу. Неважно. В общем это список задач которые я держу в голове. Держу в голове реально много. то есть на каждую из этих мыслей на каждую из этих задач тратится энергия. Прикиньте сколько энергии в принципе тратится если держать все вот это вот в голове. Поэтому выписываю. И это длинный список. Не факт что вы эти задачи будете выполнять. Главное чтобы они были выгружены. Здесь эти задачи не имеют срока. Например составить планы инвестирования купить подарки на 8 марта посмотреть видео с экспериментов про зефирки посмотреть себе титановую ручку пополнить подборку референсов по мобайлу и так далее. То есть это прям все задачи и я сейчас получается как только у меня задача появляется я ее сразу сюда выписываю. И из этого длинного списка формируется получается вот этот вот блок рутина дальше здесь нужно обязательно выделить буферное время. То есть если рассматривать блок тоже как временной отрезок некий по 4 часа то буферное время должно быть где-то 1 час. Я пробовал по-разному если я буферное время не ставлю у меня все едет просто просто едет. Окей. Буферное это на всякую фигню на всякие незапланированные там не знаю если вы оценили задачу там на 1 час она у вас полтора часа заняла. Значит дальше в первом блоке в первом блоке такая такую функцию играет у меня обед. вот но это на самом деле не очень хорошо потому что приходится иногда жертвовать обеденным временем вот здесь поэтому нужно какое-то время закладывать еще ну и здесь соответственно нужно закладывать время на перекус ну то есть я к тому что не все вот это время должно быть посвящено рабочим задачам ну потому что у вас мозг засохнет реально очень сложно будет окей потом чего где мои бумажки здесь самое важное самое важное сделать вот так все работа закончена то есть здесь в этом блоке работой заниматься нельзя вообще нельзя иначе вы будете выгорать потихоньку потихоньку то есть один-два дня ничего не изменит по сути потому что разницу сложно увидеть она микроскопическая а вот два-три месяца прям приведут вас к выгоранию сто процентов ну или может быть у кого-то срок побольше вот мы разобрали важность расписания расписание это как способ упорядочить свои дела способ упорядочить как следствие свое сознание дальше приоритетные задачи это способ постепенного поэтапного достижения целей поговорим как раз про это цели и сроки значит ключевая фишка здесь это тестировать разное что тебе подходит я могу сказать что для меня не сильно работают большие цели то есть что я пробовал делать я себе несколько раз ставил цель заработать на машину два с половиной там полтора тире два с половиной миллиона рублей стоит вот ни разу не выполнил не потому что цель например плохая потому что у меня лично не получается у кого-то получается многие могут некоторые могут напрягаться и прямо сделать даже большие цели чем вот это я ставил эту цель на один год и это было слишком далекой для меня перспективой ну то есть видимо еще мышление оно не сильно работает вот на такой промежуток времени потому что может поменяться много чего в процессе с учетом того что мы сейчас живем в такое время и для этого нужно прям очень сильную концентрацию мне кажется выдерживать но что у меня получалось у меня получалось вот так один месяц например купить себе макбук про пятнашку в полной комплектации 32 гига оператива 1 терабайт винт стоит это все удовольствие 297к стоило два года назад значит я сделал эту задачу с нуля за один месяц заработал ну понятное дело что заработал еще больше чем сумма и потому что есть всякие расходы на еду проживание семью и так далее не знаю примерно там сто может чуть больше в месяц вот потом потом я понял что это в принципе возможная история такая дальше я зарабатывал на отпуск и и все потому что в отпуске мы ездили часто вот значит далее так плюс отпуск и и но вот эта вот штука она достаточно короткий срок имеет и ну если ставить короче я не могу ставить себе на каждый месяц вот такие вот цели прям чтобы надрываться потому что это приводит в итоге к выгоранию и я подумал что возможно нужно протестировать срок чего-то вот где-то между и сейчас я тестирую где-то два месяца или три месяца вот такой вот да это 9-13 недель вот значит на этот срок должна быть понятная конкретная цель ну например я сейчас создаю продукт новый это курс по трудоустройству курс по трудоустройству дедлайн у меня есть четкий прописанный да когда эта история должна быть причем я не сильно себя зажимал по времени и дальше что я сделал я прописал план потому что до плана когда я занимался этой же самой историей до создания курса мне было непонятно просто с чего начать я что-то делал но я не видел прогресса потому что у меня не было границ вот в чем прикол границ не было то есть есть время просто ты сделал какую-то задачу но тебе непонятно как бы это сколько вообще от общей задачи 2% 10% если есть границы тогда есть четкий срок например вот у тебя границы есть там 10 недель и количество действий которые нужно выполнить ну нужно например записать там 14 видео уроков ну и 14 уроков да ну допустим видео два урока записываешь это 2 14 одна седьмая да то есть это уже больше чем 10% и тогда понятно тогда прям понятно становится план это что такое план это прописанный список действий что делать когда ты прописал список действий ты упорядочил локально вот этот хаос из мыслей который к тебе прилетает точнее хаос из внешней среды который порождает кучу мыслей которые к тебе прилетают и получается здесь ты как бы зафиксировался это то же самое что например ты шел такой в буран пургу метель в поход и тебе нужно было сообразить срочно какое-нибудь укрытие ты построил себе иглу юрту иглу да и в иглу ты уже не испытываешь вот этого жесткого воздействия внешней среды ты как бы в безопасности находишься ты выиграл время ты можешь подумать здесь та же самая тема то есть план это как раз именно этот инструмент он именно так работает и дальше есть такая штука называется майлстоуны как работает план без майлстоунов у вас есть например выделенное время 10 недель это где-то далеко еще ну например 2 месяца да более такой понятный срок 2 месяца вот это количество действий и у вас оно выглядит вот так вот примерно то есть здесь вы не делаете ни хрена здесь вы понимаете что нужно что-то делать и начинаете срочно надрывать зад диплом помните да-да я тоже так делал дальше дальше а майлстоуны это когда вы делите вот этот вот большой промежуток на короткие например по неделям и у вас сознание это в принципе в рамках оно мыслит примерно точно так же но только уже получается другая картина а еще дни точнее недели можно разделить по дням например 5 рабочих дней и тогда у вас получается уже такая картина а еще можно день развернуть как бы с начала наконец поставив саму приоритетную задачу в самом начале и получить такую динамику которая будет работать то есть поставив самую важную задачу в самом начале дня вот так работают мейлстоуны по мейлстоунам тоже нужно писать план дня план дня на неделю пишется в воскресенье вечером начиная с планирования отдыха но это отдельная тема и есть еще одна важная штука это план дня не план недели а план дня я разные варианты пробовал в начале дня делать план на день в конце точнее с вечера делать план на следующий день не делать план вообще это мне чаще всего удавалось но я понял что из этих трех работает больше вариант планирования с вечера вот почему вот вечером ты планируешь что тебе надо сделать потом у тебя есть получается время это ночь которая как раз идет на работу твоего подсознания потом с утреца ты уже понимаешь знаешь четко что тебе делать если тебе нужно что-то скорректировать корректируешь у тебя день проходит более гладко а если ты планируешь днем но что-то где-то накосячишь тогда здесь у тебя где-то получается эмоциональный сбой нужно что-то срочно там перепланировать и так далее и обязательно нужно планировать буферное время я сейчас планирую не всегда буферное время у меня часто график слетает это меня вводит в состояние трясучки то что я не успеваю но я понимаю что улучшить потом это про план дня что делать в рамках плана дня первое выписать три задачи которыми важные в рамках целей которыми ты будешь заниматься в рамках первого точнее второго блока первый блок напомню у меня это утро первый блок утро и саморазвитие магия утро да кстати не сказал есть практика называется магия утро книга точнее называется магия утро практика называется чудесное утро Хелл Элорд я вот как раз ее и делаю в этих рамках вот вот эта вот штука у меня уже распланирована поэтому не нужно отдельно планировать и тратить на это время и ресурсы но нужно планировать задачи которыми ты будешь заниматься в следующий день да в рамках твоего плана недели дальше и нужно выбрать 3-5 задач из длинного списка которыми ты будешь заниматься в рамках блока номер 3 про рутина и хорошо бы планировать еще отдых вечер отдых или время с семьей у меня уже получается делать настольные игры например на столке играть с детьми вот потом что тут может быть еще принять ванную записаться в барбершоп например то есть здесь можно вообще всякие разные выездные штуки делать уже например баню там какой здесь камин растопить у меня есть камин я его топлю периодически мне это прям кайфово очень нравится на прогулку меня вечером уже не тянет что можно здесь мультфильмы там какие посмотреть обычно шары выпадают глаза красные в конце рабочего дня вот поэтому лучше отдых есть всякие разные массажеры можно попросить жену массаж сделать и так далее в общем здесь все про отдых и это можно планировать тоже поход в ресторан на вечер на ужин потому что здесь ужин эта история начинается с 18.00 то есть тут получается с 18.00 до 22.00 у вас есть время ну по сути до 21 вот так это работает это как делать план дня что это в итоге дает что это дает в итоге это сильно снижает энтропию сознания то есть сильно упорядочивает сознание сильно экономит энергию у вас получается как будто вы чувствуете больше ресурса и это раз да то есть если здесь обозначить время и уровень энергии тогда у вас эта история дает увеличение уровня энергии потихоньку помаленьку там день за днем неделя за неделей но вы чувствуете себя начинаете более кайфово потому что в вашей жизни больше порядка начало становиться это раз и второе это то что вы начинаете реализовывать цели значит для того чтобы нормально качественно реализовывать цели получать от этого кайф необходимо чтобы было выполнено следующее условие цель должна быть во-первых она должна соответствовать вашим навыкам если вы возьмете слишком завышенную цель и скорее всего вы ее не выполните и вы разочаруетесь поэтому нужно ставить посильные цели и срок ставить тоже небольшой чтобы фокус уметь держать и обратная связь обратная связь это в правильном или направлении я делаю двигаюсь получается у меня или не получается насколько качественно получается насколько я себя комфортно или некомфортно чувствую эта штука позволяет отслеживать в принципе ваше состояние то есть вы вообще двигаетесь к большему состоянию радости или не двигаетесь так вот вот эта вот история с расписанием и практиками она позволяет вам делать следующее достигать цели и каждую следующую цель чуть-чуть ставить больше цель 3 цель 4 и это дает как раз ощущение потока поток в состоянии потока больше радости в радость достигать целей в радость зарабатывать деньги в радость заниматься творчеством в радость заниматься рутиной вот это вот прям ключевое то есть вы начинаете прям кайфовать не только от того что вы достигли вот здесь в конце а вот от всего вот этого вот внутри от процесса и вот это ключ напишите ваши основные выводы и инсайты после этого видео в комментариях и если есть вопросы какие-то задавайте если вы уже что-то делаете делитесь что делаете и как это влияет на вашу жизнь на этом я с вами прощаюсь спасибо за внимание и пока-пока